Играет музыка Вот этот учебник «Христианская педагогика». Откроем его на странице 269 «Обучение в церкви» Майк Лоусон. И пойдем по этой статье, по этой главе. Виды обучения в церкви. Я думаю, что многие из вас довольно долгое время уже были в церкви, и у вас есть некоторое представление, каким образом церковь учит. Разные организации, земные, они имеют свои методы. А в церкви что самое главное? Чем мы передаем информацию? Проповедь. Проповедь. Еще что? Гимны песни. Гимны песни. Давайте список составим. Итак, как у нас передается учение? Проповедь. Если вы запишите себе такой же списочек, вы лучше запомните. Если просто просидите, то через 2 часа вашей памяти будет 20% от того, что вы слышали, а в конце недели у вас останется 7%. А когда вы вашу зрительную память, слуховую, визуальную и психомоторную соедините, есть шанс, чтобы больше запомнить. Итак, проповедь. Что еще? Пение, да? Стихи, да? Да. Если бы это было в американском учебном заведении, вот этого момента там не было. Стихов? Да. Это наша особенность. Что еще? Потом эти семинары должны ставить. Семинары, краска, соль, 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 соль. Так, что еще? Курсы. Курсы. Личное наставление. Личное наставление. Видео. Аудио, наверное, да? Общение. Общение. Что имеется в виду? Занятие. Занятие на общение. А, воскресное общение? Ну да. А, наконец-то думал, надо же, уже столько все перечислили. А самый основной метод передачи на учение, который мы с вами учимся, и учимся, и учимся, еще не был указан. Значит, общение, да? Или классы, где, как? Группы. Хорошо. Что еще? Что еще? Песня. 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 Песня, да, прославление. Если бы мы были сейчас в православной церкви, что бы наши братья православные в этом списке добавили? Передача информации, а научение, иконы, конечно, иконы, образы. А у нас разве не бывает интересных плакатов, картин, мы сегодня говорили? Здравствуйте. Как через иконы я могу, допустим, изучаться в церкви? Очень интересно, очень просто. Представьте себе, где у нас восток. Ладно, хорошо, вход, основная часть здания церкви, и здесь, вот здесь вот восток. Когда человек входит в православную церковь, то вот здесь, вот на входной части, могут быть иконы, показывающие мучения грешника в аду. Он осознает и так обучить. Это веками проходило так. Человек обучается, что его может ждать, если он грешник и так далее. Дальше, если он впечатлился этим, проходит дальше, вот здесь вот, в этой части на стенах, иконы из притчей, из Евангелий, из жизни Христа, жизни святых и так далее. Он обучается и так далее. Дальше здесь уже идут иконы, дальше обучающие церковной жизни, и в небе где-нибудь будет алтарь, да, основная часть, и на потолке где-нибудь обязательно будет рай и небо и так далее. Да, в течение многих веков люди неграмотные, телевизоров не было, чтения почти не было, это был главный образ обучения людей на картинках, на образах. Ну да, икона – это греческое слово «образ», образ, просто образы, да. А то в языке для внимания, потому что сама икона, она как бы… Нет, это вот образ. Они потом были, они использовались как наглядные пособия. Ну, помните, в советское время наглядная агитация. Она потом была возведена в ранг святого. Еще мы туда не внести, но театральные действия – это постановки. Мистерии, постановки. Кстати, вы знаете, что театр современный вышел из церкви? Да. Где-то с 3-го, 4-го, 5-го веков уже на Рождество уже делали все эти постановки о рождении Христа, мистерии. Постановки, мистерии, драмы и так далее. Сценки. Притчи, может быть, еще какие-то, да, в образах. А свидетельства могут быть? Да, свидетельства. И танцы. Ну, если в Ветхом Завете это была часть литургии. Танцами и пением. А? Да. Поясните, как происходит процесс обучения через танцы. Танцы? Ну, определенные, как бы… Ну, есть танцы, которые ты выражаешь чувства, как бы эмоции определенные. Танцы, может быть, именно генерализационные. То есть, несмотря какая песня, текст песни… Вышел пастор, танцевал генерализационный танец. Нет. Ну, в Библии написано, прославляйте, прославляйте танцами и пениями. В Библии так и написано. И, как бы, определенную, ну, я слушала недавно проповедь, говорят, что танцы – это также является и оружие определенное. Мы выражаем, ну, как бы, мы можем, как бы, воевать танцами. Там, раньше труба, да, там, трубами. Вот если почитать Ветхий Завет, там, ну, определенно все написано. Да. Когда мы с вами в церкви Новый Завет, кажется, проходили формы поклонения, и там мы перечислили, что в Ветхом Завете у евреев как раз были вот эти лики, эти танцы и так далее. Так как это спорный вопрос, мы сейчас его дальше не будем продвигать. Это будем обсуждать в частном порядке. В нашей культуре, в некоторых субкультурах это не воспринимается, а в других это очень даже воспринимается. Разные формы есть. И человек поклоняется Богу не только головой, но эмоциями и своими движениями. Они так проявляются в разных формах, в разных субкультурах по-разному, в разных местах, где как это принято. И я ни в коем случае не хотел бы навязывать методы одной субкультуры другой. Поэтому где как привыкли, как вам нравится, так и поступайте. Итак, методов обучения, слава Богу, мы перечислили довольно много. И как вы думаете, вот этот метод обучения чего касается? Ума. Чай больше всего ума, да? Ума. Да. Ну, надеемся, что после того, как люди прослышали проповедь, они пойдут и будут делать что-то полезное. Пение, прославление, а? Здесь больше эмоций. Часто повторяются одни и те же фразы. И причем они как-то вот воздействуют на эмоциональную часть. И есть песни информационные, рассказывающие о Боге, которые чаще всего писались в 17, 18, 19, 20 веках. И песни прославления, песни к Богу, песни молитвы. Есть, да? Что-то еще хотели сказать? Стихи. Тоже эмоционально. Да. Эмоционально. И информационно. Бывает и то, и другое. Видите, в нашей культуре стихи играют большую гораздо роль, чем во многих других культурах. Мы более эмоциональны. И ведущие люди в нашей культуре – это поэты, одни из ведущих людей. Семинары. Кому и экматорики. Да. Экматорики. Да. Качества и действий. Да. И курсы туда же, да? Могут быть конкретные. Личные наставления. К сердцу, конечно. Да. К сердцу и действиям. И так далее. И так далее. Вот видео, аудио, общение, классы, группы. Вот мы большая часть сейчас будем говорить именно вот об этих вещах и о других вещах также. В наших церквах мы с вами последователи протестантов, левое крыло реформации, у нас стены часто пустые. Мы вот этот метод обучения, исторически сложившийся в культуре, где не было большой образованности, мало применяем. Почему? Потому что. Мы с вами люди книги печатной. Величайшее открытие второго тысячелетия от Рождества Христова – это изобретение книгопечатного станка Гутенбергом, 15 век. Первое, что напечатали, что было? Библия. Библия. Как только напечатали, Библия пошла. Люди стали читать, чтобы ее прочитать, стали учиться. Пошло в массы образования. Стали передавать знания, информацию через вот эти вот закорючки, напечатанные на белой бумаге. И возникло протестантское движение. Это движение, которое больше основано на понимании, на голове, на уме. И главное, что было традиционно в наших церквах – это сидеть тихо, слушать внимательно, не шевелиться, лишних движений не делать. Главное – это была передача информации. И это именно повлияло и на форму нашего поклонения, форму нашего богослужения, передачи информации в виде букв. Тогда еще не научились сразу картинки печатать, потом только научились. И поэтому к картинкам у нас какое-то отношение такое настороженное. Потому что мы – главные книги слова вербального или слова написанного люди. И потом постепенно с болью, с проблемами и так далее, в наше богослужение стали добавляться какие-то формы, какие-то образы, звуковые, видео и даже движения. О, Господи! И так далее. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Мы – дети своей культуры, дети своего века. Ивальское движение основано было на том, что изобретено было печатание. Когда наш хор посещал церковь в Германии, мы зашли в одну из церквей. Кажется, это было новое здание, но в предыдущем здании, кажется, Дитрих Банхёссер служил в литеранской церкви. И вот в одно здание мы заходили, недавно построено, нарочито плохая кладка на стенах грубая, нарочито неровный стол, ничего на стенах, простая, специально грубо сделанная кафедра и просто сделанные с камни. Там кирпичные столбики и доски положены. Все. Вы знаете почему? Это отображение того крика души протестантской, которая надоела уже вот эта вот ляпота, пышность. И то, что этот священник иногда вещает откуда-то свысока, и все эти образы, все эта пышность, они ушли в другую крайность – простоту. У них денег достаточно для хороших сидений и мягких. Нет жестких камней, нет простых камней на стенах. Никакого этого самого украшения. Это когда мы проводили первослужения в нашей церкви. Когда мы заехали, ни палом не было, стены расписанные такими все в холоде, потому что это была зима. И приехали американцы, им так здорово это понравилось, что люди собираются в таких условиях. Я тогда сейчас спросил, он говорит, как будто в катакомбах находимся. Как в первые времена христианства. Да. И такой духовный и душевный подъем при этом. И это замечательно. Не будем осуждать те или другие формы. Люди иногда убегают от одних форм и бросаются в другие крайности. Убегают от всех движений и сидят просто колом. Или бросаются в крайние движения, там уже некогда думать головой, надо двигаться. Разные направления есть. Богу церкви всякие нужны, церкви разные важны. Бог любит, учит нас немножко быть более понимающими и терпеливыми. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок